Итак, всем привет! Вы на канале Skyward, с вами я Вадим. Продолжаем двигаться по главам романа Харуки Мураками «Хроники заводной птицы» по второй книге этого романа. И сейчас будет на очереди следующая, 17-я глава, которая, как и все главы у Харуки Мураками, имеет свое собственное название, аж из трех частей. И самое простое дело, утонченная месть и что оказалось в чехле от гитары. Приготовьтесь, глава очень длинная, наверное, порядка получаса или, может быть, сорока минут, а может и больше. Не знаю, как пойдет, но глава длинная. Вот как-то у Харуки получается, то совсем коротенькая, на 10-15 минут, то аж на почти час. Поехали! На следующее утро я пошел и сфотографировался на паспорт. Когда я уселся в студии на стул, фатургов долго профессиональным взглядом ощупывал мою физиономию. А потом, ни слова не сказав, удалился и принес пудру, которой замазал пятно у меня на правой щеке. Потом отошел назад и тщательно отрегулировал освещение, яркость и угол падения лучей, чтобы пятно не бросалось в глаза. Глядя в объектив, я по указанию фотографа изобразил на лице подобие слабой улыбки. «Приходите послезавтра, днем будет готово», — сказал фотограф. Вернувшись домой, я позвонил дяде и сообщил, что через несколько недель, возможно, съеду из его дома. Извинился, что все так неожиданно получилось и рассказал, что Кумико, не предупредив, ушла от меня. Прислала письмо, пишет, больше не вернется, а я хочу на время уехать отсюда. Насколько? Пока не знаю. Дядя, выслушав мое объяснение, погрузился в молчание. Казалось, он что-то обдумывал. «А я до сих пор думал, что у вас, Кумико, все хорошо», — наконец сказал он со вздохом. «По правде говоря, я тоже так думал», — признался я. «Можешь не говорить, если не хочешь, но должна же быть какая-то причина, что она вдруг ушла». «Любовника, похоже, завела». «Ты догадывался?» «Не то, чтобы догадывался, она сама мне написала в письме». «Ну, дела», — сказал дядя. «Ну, теперь уж верно, ничего не поделаешь». «Похоже на то», — дядя снова вздохнул. «Да все нормально», — бодро утешил я его. «Просто мне захотелось уехать ненадолго, сменить обстановку, настроение и заодно подумать не спеша, как дальше жить». «И куда ж ты собираешься?» «Скорее всего, в Грецию. У меня там приятель живет. Давно приглашают в гости», — соврал я. «И от этого стало еще тошнее. Но ведь, как ни крути, все равно сейчас дяде всего не расскажешь, не объяснишь, что было правдиво и понятно. Уж лучше наврать что-нибудь». «Хм, ну как знаешь, дом я все равно не собираюсь никому сдавать, так что вещи можешь оставить. Ты молодой еще, так что все еще можно переделать. Съездить куда-нибудь подальше, пошататься — это неплохо». «Греция», — говоришь? «Хм, пусть будет Греция». «Извини, — сказал, — если что изменится, и ты все-таки надумаешь сдать кому-нибудь дом, все барахло можешь выбросить. Тут ничего ценного нет». «Ладно, разберусь, что-нибудь придумаю. Ты мне тогда по телефону говорил про нарушенное течение. Кумико это имеет отношение?» «Да, отчасти. Я тоже подволновался слегка, когда про это услышал». «Дядя задумался. Не будешь вас заражать, если когда-нибудь к тебе подъеду. Хочу своими глазами поглядеть, как дела. Давно у тебя не было». «Конечно, приезжай, когда захочешь. Мне все равно делать нечего». После разговора с дядей мне вдруг все постигло. Вон, куда меня занесло это неведомое течение, по которому я плыл все эти месяцы. Между моим и дядином миром выросла невидимая глазу толстая высокая стена. Стена, оторвавшая один мир от другого. Дядя остался в том мире, я оказался в этом. Дядя велся ко мне через два дня. Поглядел на родимое пятно, но ничего не сказал. Может, не знал, что сказать? Просто забавно прищуривался и все. Собой он принес бутылку классного шотландского виски и коробку крекеров из комобока, которую купил в Адаваре. Мы уселись на веранде, попивая виски и закусывая крекерами. «Хорошая вещь!» – веранда заговорил дядя, несколько раз кивну головой. «В нашей бане, башне веранд нет. Иногда я скучаю по этому дому. На веранде как-то по-особенному себя чувствуешь». Дядя смотрел на висевший в небе молодой месть. Его белый серб, казалось, только-только наточили. Наверное, как может такая штука плавать в облаках? «Откуда у тебя это пятно?» – как бы, между прочим, поинтересовался дядя. «Не знаю», – ответил я и сделал глоток в виски. «Как-то само собой появилось. С неделю назад. Рад бы лучше объяснить, да ничего толком и не скажешь». К врачу ходил. Я покачал головой. «Вот еще, что непонятно. Это как-то связано с уходом Кумико?» Я снова покачал головой. «Действительно. Пятно появилось после того, как она ушла. То есть порядок такой. Но если тут причинно-следственная связь, я уж и не знаю». Не слыхал, чтобы такие отметины просто так появлялись, ни с того, ни с сего. «Я тоже не слыхал», – сказал я. Но объяснить как следует не могу. Я к нему постепенно привыкаю. Поначалу, конечно, испугался, в шоке был. Противно было на собственной физиономии смотреть. Все думал. Вдруг на всю жизнь останется. Что тогда делать? Но время идет, и я как-то меньше стал о нем беспокоиться. Стал даже думать, что все не так плохо. Сам не знаю почему. Дядя хмыкнул ответ и с каким-то подозрительным видом долго разглядывал пятно на моей правой щеке. «Ну, коли так, то, может, и ничего страшного. Твое дело. Но если надо, могу с одним врачом познакомить». «Спасибо. Но пока я к врачу не собираюсь. Ну, посмотрит он. Все равно, без толку». Дядя скрытил руки и поднял взгляд на небо. Звезд, как обычно, не было видно. Единственное украшение – четко нарисованный молодой месть. «Давно я с тобой так не разговаривал. Спокойно, без спешки. Думал, вы из Кумико нормально живете. Да и не любил я никогда в чужие дела влезать». «Понимаю», – отозвался я. Дядя помешивал кусочки льда в стакане, которые, погромыхивая, ударяли друг от друга. Потом сделал глоток и поставил стакан на пол. «Никак не пойму, что тут вокруг тебя творится. Течение нарушилось. Дом как-то не так стоит. Кумико исчезло. На лице вдруг пятно вылезло. В Грецию уезжаешь. Ну, ладно. Это от тебя жена ушла. У тебя пятно появилось. Как говорится, жена не моя, и пятно тоже. Так? Поэтому не хочешь подробно рассказывать. Не надо. Не свое дело. Я лезть не собираюсь. Но вот что думаю. Тебе надо сесть и еще раз хорошенько подумать, что для тебя самое важное. Я согласно кивнул. Я как раз об этом и думаю. Но все так запуталось и переплелось, а размотать этот клубок, отделить одно от другого не получается. Не знаю, что делать. Я улыбался. Для этого надо знать один секрет. Без него большинство людей на свете принимает неправильные решения. А потом, когда ошибутся, начинают ныть и жаловаться или на других сваливать. Я столько таких случаев видел, аж противно. И смотреть на это довольно должно, по правде сказать. Расхвастался он. Конечно. Но секрет вот в чем. Когда хочешь в чем-то разобраться, не нужно начинать с самого главного. Ну, то есть определяешь для себя порядок, что нам делать. А от А до Я и начинаешь вниз. А. А откуда-нибудь с конца, поближе к Я. Вот и говоришь. Все запуталось, переплелось, не могу, мол, разобраться не от того это, что ты пытаешься решать свои дела с самого вверх. А? Собрался что-то важное сделать, начинай лучше с какой-нибудь ерунды. С пустяка, который каждому виден и понятен. И обязательно потопчись как следует вокруг него. Возьми мой бизнес. Так? Ничего особенного. Всего каких-нибудь 4-5 точек на гинзе. В мировом масштабе тьфу. И говорить не о чем. Но если прикинуть, как идут дела, хорошо или плохо, то выходит, что я ни разу не опростоволочился. И все потому, что этот секрет знаю и действую как надо. Другие норовят поскорее вперед вырваться. А я так не делаю. У меня на эти самые пустяки больше всего времени уходит. Потому что понимаю, чем больше на них времени потратишь, тем легче потом дело пойдет. Я разил еще блаток из своего стакана. Вот, к примеру, человек собрался открыть где-нибудь заведение. Ресторан там или бар. Без разницы. Представь, что тебе такая идея в голову пришла. Надо выбрать место, если несколько вариантов. Как ты будешь решать? Я немного подумал и сказал. Ну, наверное, надо просчитать каждый вариант. Сколько платить за помещение. Какой взять кредит. Сколько выплачивать каждый месяц по кредиту. Сколько мест нужно для посетителей. Какое у них будет оборачивание. Сколько в среднем принесет один клиент. Сколько надо платить у работников. Какие убытки. Какая прибыль. Ну, так, пожалуй. Вот. Большинство и пригорает, потому что так и делает. Поросмелился дедят. Слушай, как я делаю. Приглянулось мне, например, какое-то место. Приезжаю туда. Становлюсь и просто смотрю. Какие люди по этой улице ходят. Какие у них лица. Про 3-4 часа в день. День за днем. День за днем. Не нужно ни о чем думать. Ничего считать. Смотри, что за люди идут. Что у них на лицах написано. И все. Минимум неделю. За это время перед тобой пройдет 3-4 тысячи лиц. Бывает и дольше стоять приходится. Но потом вдруг все становится ясно. Как туман рассеивается. Сразу понимаешь, что это за место. И что здесь людям нужно. Если их потребности не совпадают с тем, что мне нужно. Значит все. Финиш. Надо менять дислокацию и начинать все сначала. Но уж если я почувствую, что наши желания совпадают, или можно найти компромисс, тогда удача в кармане. Остается схватить ее покрепче и не отпускать. Но чтобы ее поймать, приходится как дураку стоять там и в дождь, и в снег, взглядываясь в лица. А посчитать и потом можно. Я вообще реалист. Верю только в то, что вижу своими глазами. Рассуждания, самореклама, вычисления, измы и теории всякие. Это все в основном для тех, кто даже собственными глазами ничего разглядеть не может. А таких людей в мире большинство. Почему? Ну, сам не пойму. Ведь по идее это каждый должен уметь. Только надо попробовать. Дело выходит не только в легкой руке, но без нее тоже не обойдешь, что улыбнулся дядя. Но этого мало. Я думаю, чтобы разобраться в своих делах, тебе надо сначала с самого простого начать. Встать где-нибудь на углу и день за днем смотреть на людей, которые проходят мимо. Никаких поспешных решений. Это непросто. Надо взять где-нибудь в углу и день за днем смотреть на людей, которые проходят мимо тебя. Никаких поспешных ущелья. Надо остановиться и потратить на это время. То есть ты хочешь сказать, что мне надо остаться здесь? Ничего подобного. Поезжай туда, оставайся здесь. Я совсем не об этом. Хочешь ехать в Грецию? Отправляйся им на здоровье. Хочешь остаться? Оставайся тебе. Определить тебе. Решать, что ты хочешь. Но вот еще что. Я долго думал, что ты правильно сделал, когда женился на Комико. Считал, что и ей это на пользу. Не могу понять, почему вдруг сразу все обвалилось. А ты сам-то понимаешь? Нет. А коли так, пока все не прояснится, тебе лучше поучиться смотреть на мир своими глазами. И не бойся потратить на это время. Когда не жалеешь его на какое-то дело, это в какой-то смысле самая утонченная месть. Месть, удивился я. Что ты имеешь в виду? Месть кому? Скоро поймешь, поговорил дядя с улыбкой. Мы просидели вдвоем на веранде за бутылкой виски больше часа. Наконец дядя поднялся и объявил, что засиделся, ушел. Оставшись один, я присоединился к столбу и стал рассеянно смотреть на саду луну, какое-то время впитывая оставшиеся после дяди ощущения земного и реального. Впервые за много дней я смог наконец вдохнуть спокойно. Но через несколько часов эта аура начала рассеиваться и все окружавшее вновь затянуло бесцветная пелена грусти. И в конце концов я очутился в своем мире, а дядя остался в своем. Итак, дядя сказал, что сначала надо думать о самых простых делах. Но мне было не под силу разобраться, что просто, а что сложно. Поэтому на следующее утро, дождавшись, когда кончится час пика, я вышел из дома и отправился на электричке в Синдзюку. Решил и вправду встать там где-нибудь и понаблюдать за людьми. Будет от этого польза? Не знаю. Но, пожалуй, это все же лучше, чем ничего не делать. Предположим, разглядывать лица людей пока не одуреешь. Это и есть то самое простое дело. Раз так, почему бы не попробовать, уж по крайней мере вреда не будет. А в лучшем случае, может, хоть намек получу, что для меня означает простое дело. В первый день я два часа проселила на бордюре цветочная клумба, разбитая перед вокзалом Синдзюку, сматриваясь в лица людей, что проходили мимо. Но их было так много и шли они так быстро, что трудно было разглядеть как-нибудь кого-нибудь как следует. Вдобавок, пока я там сидел, подошел какой-то бродяг и стал приставать с разговорами. Настолько несколько раз мимо прошел полицейский, пристально глядя на меня. В конце концов, я ушел с вокзальной площади, решив поискать более подходящее место, чтобы спокойно понаблюдать за прохожими. Пройдя по тоноле под железнодорожными путями, я вышел к западному выходу с вокзала и побродив немного, набрел на небольшую площадь перед высотным зданием. Там оказались симпатичные скамейки, так что можно было сесть и сколько угодно смотреть, как проходят мимо. Народу здесь было не так много, как у вокзала. Да и бродяги с торчащими с кармана бутылками виски не попадались. Я провел там целый день. Пообедал пончиками и кофе в Данкин-Донатс и вернулся домой до того, как начался вечерний наплыв пассажиров. Поначалу глазами мне бросались одни пляшевцы. Чувствовалась тренировка, которая прошла у Мэйка Сахара, когда мы с ней составляли отчет для фирмы, делающей парики. Взгляд как-то сам по себе упирался в лысиной. И я тут же начинал прикидывать, в какую категорию занести тот или иной экземпляр. А, Б или В. Прямо хоть звони Мэй и говори, что хорошо бы опять вместе поработать, подумал я. Но прошло несколько дней, и я заметил, что могу просто смотреть на лица и совсем ни о чем не думать. Большинство проходивших мимо людей были служащие, работавшие в том самом небоскребе. Мужчины в белых рубашках и галстуках с портфелями. Женщины в основном на высоких каблуках. Другие шли в рестораны и магазины, которые располагались в здании. Были целые семьи, направлявшиеся на смотровую площадку на самом верхнем этаже. Попадались и такие, кто просто шел куда-то. Но все как-то не очень спешили, а я просто без всякой цели смотрел на них. И иногда, когда по той или иной причине чего-нибудь лицо привлекало мое внимание, сосредотачивался на нем и провожал взглядом. Так продолжалось целую неделю. Каждый день в десять утра после того, как схлынет поток людей, ехавших на работу, я доезжал на электричке до Синдзюк, устраивался на площади на скамейке и сидел там, почти не шевеляясь, до четырех часов, глядываясь в лицо. Только испытав это на себе, я понял, что, провожая глазами одно лицо за другим, вытряхивая из головы все содержимое, я будто вытаскиваю пробку из бутылки. Я ни с кем не разговаривал, и никто не разговаривал со мной. Я ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Стало казаться, что я слился со всей каменной скамьей. Впрочем, один раз со мной все-таки заговорили. Хорошо одетая худая женщина средних лет. В ярко-розовом обтягивающем платье, темных очках, в черепаховой оправе и белой шляпке. В руках белая сумка под макраме. На красивых ногах белоснежные кожаные босановушки, сразу видно, очень дорогие. Сильно накрашенные, но с чувством мира. Она спросила, все ли у меня в порядке. Вполне, ответила я женщина, поинтересовалась, что я здесь делаю каждый день. Разглядываю лица. С какой-нибудь целью? Да нет, просто так. Женщина извлекла из сумки пачку Вирджинии Слимс и закурила. Щелков маленькой золотой зажигалкой. Предложила сигарету мне, но я покачал головой. Потом сняла очки и, ни слова не говоря, пристально посмотрела на нее, на мое пятно. В ответа посмотрела ей прямо в глаза, но не нашел в них ничего, ни чувств, ни эмоций. Лишь пару черных зрачков, которые жили, функционировали, как им положено. Нос у нее был маленький, заостренные губы, тонкие, аккуратные, подкрашенные. Сколько лет? Трудно сказать. Пожалуй, около 45. На первый взгляд она выглядела моложе, но в залегших у носа складках чувствовалась какая-то особенная усталость. У вас есть деньги? Спорчилась она ко мне. Деньги? Переспросила я в растерянке. Послушайте, а почему вы спрашиваете? Просто так, может, у вас проблемы с деньгами? Да нет, пока нормально. Женщина чуть скривела губой, точно хотела попробовать мои слова на вкус, продолжая сосредоточенно смотреть на меня. Кивну головой, потом надела очки, бросила на землю сигарету, легко поднялась со своего места и, не оглядываясь, удалилась. Я с удивлением смотрел, как она исчезла в толпе. Может, она немного не в себе? Хотя, судя по виду, вряд ли. Ногой я потушил брошенную ею сигарету и медленно велиделся по сторонам. Вокруг меня был обычный реальный мир. Все спешили по своим делам. Я не знал, кто эти люди, и они не знали, кто я. Глубоко вдохнув, я опять, ни о чем не думая, принялся вглядываться в их лица. Я просидел на этой площади 11 дней. Каждый день пил кофе, ел пончики, просто смотрел на лица тысяч проходивших мимо людей. Если не считать бессмысленного короткого разговора с подошедшей тогда хорошей одетой женщиной, за все это время я ни с кем словом не обмолвился. Ничего особенного я не делал, и ничего особенного не происходило. Однако даже после 11 дней почти полного вакуума я так ни к чему и не пришел, и по-прежнему блуждал в сложном, запутанном лабиринте, не умея развязать самый простой узел. Но на 11 день вечером произошел странный случай. Было воскресенье, и я засиделся на своем месте, рассматривая людей дольше обычного. По воскресеньям публика в Синдзюку совсем не та, что в обычные дни. Часа пик тоже нет. Вдруг в глаза мне бросился парень с черным чехлом от гитары среднего роста, в очках черной пластмассовой оправе, с длинными волосами до плеч, в синих джинсах и джинсовой рубашке, много повидавших в белых кроссовках. Он прошел мимо, сосредоточенно глядя перед собой. Меня как ударило, когда я его видел. Сердце ёкнуло. Я же знаю этого парня, где ты его встречал. Чтобы вспомнить, понадобилось несколько секунд. Это же певец, который я видел в ту ночь в баре, в Саппоро. Точно он. Скачив со скамейки, поспешил за ним парень. Шел не спеша, почти ленивым, так что догнать его не составило туда. Подстроившись под его походку, я зашагал за ним в метрах десяти позади. Мне страшно хотелось откликнуть его. Послушай-ка, ведь это вы пели в Саппоро три года назад. Я вас там слышал. Вот как сказал бы он. Спасибо, спасибо. А что дальше? Тот вечер моя жена сделала борт. А недавно она от меня ушла. Спала с одним. Это что ли говорить? Я решил просто идти за ним и посмотреть, что будет. А может, по дороге какая-нибудь идея придет в голову. Парень уходил от вокзала все дальше. А своих позади небоскреба с индюкой он перешел в шоссе Амэ и двинулся в сторону Ионоги. Весь глубоко в своих мыслях. Видно, дорога была ему хорошо знакома. Он шел вперед без всяких колебаний, не оглядываясь. Шагал в том же темпе, глядя перед собой. Я следовал за ним, вспоминал тот день, когда Кумико сделал оборот Саппора. Начало март. Твердая промежшая земля в небе время от времени начинает кружиться снежные хлопья. Я снова очутился на тех улицах, вдохнул грудью. Стылый воздух, увидел белый порог и отдыхание людей. И тут меня осенило. Тогда-то и начались все эти перемены. Точно. Это был поворотный момент, когда течение происходящих вокруг меня событий стало менять направление. Если подумать, аборт имел очень большое значение для нас обоих. Но тогда я этого как следует не понимал. Зациклился на самом аборте, а самое главное, может совсем в другом. Я должна была это сделать, думала, так лучше будет и для тебя, и для меня. Но есть кое-что, чего ты не знаешь. Не могу пока передать это словами. Я от себя ничего не скрываю. Хотя до сих пор не знаю наверняка. Вот поэтому и не могу выразить. Было ли это самое кое-что на самом деле? Комико тогда не была в этом уверена. Конечно. Это было больше связано не с абортом, а с беременностью, с ребенком, который жил в ней. Что же это могло быть? Что привело ее в такое смятение? Может, у нее была с кем-то связь, и она не захотела от него рожать? Нет, это исключено. Ведь она сама заявила, что это невозможно. Это точно был мой ребенок. И все-таки было что-то такое, о чем она не могла мне сказать. И это что-то имело самое непосредственное отношение к решению Комико уйти из дома. Вот с чего все началось. Я никак не мог понять, что за всем этим скрывается и какой секрет. Меня оставили блуждать в темноте одного. Единственное, что я знал наверняка, пока я не открою для себя тайну, которая стоит за этим что-то, Комико ко мне не вернется. Я почувствовал, как внутри стала тихо закипать злость, злость на это невидимое мне что-то. Я потянулся, сделал глубокий вдох и попробовал унять колотившееся в груди сердце. Но злость, как вода, беззвучно растекалась по всему телу. Злость в перемешку с грустью. И не было никакой возможности размножить себе ее обо что-нибудь. Избавиться от нее навсегда. А парень продолжал все в том же темпе отмерять шаги. Перешел через пути линию 1Q. Миновал торговую улицу, какой-то храм, прошел несколько переулков. Я преследовал его, стараясь соблюдать дистанцию, чтобы он меня не заметил. Он и не подозревал, что за ним следят. Во всяком случае, даже не обернулся ни разу. Чем-то он не похож на обычных людей, подумал я. Не то, что назад. Он и в сторону ни разу не посмотрел, о чем он так все соблюдает. О чем он думает. А может и не думает ни о чем. Вовсе. Скоро парень свернул с оживленных улиц в тихий квартал, где выстроились двухэтажные деревянные дома. Улочки там были узкие, извилистые, по обе стороны теснились, прижимаясь друг к другу ветки и строения. Меня поразило, что вокруг ни души. Больше половины домов пустовало. Двери забиты досками, на них таблички с надписями «Под строительство». То здесь, то там, как выбитые зубы зияли пустыри, заросшие сорняками и огороженные проволочной сеткой. Похоже, квартал собирались скоро снести, на его месте построить новые небоскребы. Перед одним домом, где еще жили люди, стояли горшки с венками и какими-то другими цветами. Валялся на боку трехколесный велосипед, а в окне на втором этаже сушились полотенца и детский купальник. Кошки, растянувшись на подоконниках у подъезда, провожали меня ленивыми взглядами. Вечерело, но было еще светло, хотя улица уже опустела. Я плохо представлял себе, где очутился. Не сказал бы, где север, а где юг. Где-то в треугольнике между Ионоги, Синдагая и Хиродзюку. А может и нет. Так или иначе, но оказалось, что в центре города есть такое забытое место. Улочки там были настолько тесные, что едва могли проехать машины. Поэтому квартал как-то упустили из виду, и у строительных компаний долго не доходили до него руки. Когда я там очутился, мне показалось, что время вернулось назад, 30 лет назад. Нескончаемый гул автомобильный друг стих. Пройдя сквозь лабиринт улочек, парень с гитарным чехлом подошел к деревянному дому, рассчитанному, похожему на несколько жильцов. Открыл дверь, вошел внутрь и затворил за собой дверь. Дверь, насколько я понял, оставалась не запертой. Постояв немного, я посмотрел на часы стрелки, показывали 18-20. Я прислонился к проволочной сетке, к которой был обнесен незастроенный пустырь на другое стрелки людьми, и принялся осматривать дом. Обыкновенный, двухэтажный, каких много. Это видно по входу, по расположению квартиры. Студентом я какое-то время жил в таком доме. Ящик для обуви в прихожей, общий туалет, маленькая кухня, типичное жилье студентов и служащих холостяков. Однако этот дом казался необитаемым. Из него не доносилось ни звука, не было заметно никакого движения. Табличку с именами жильцов с отделанной пластиком двери кто-то оторвал. И на этом месте осталась белая полоска, длинная и узкая. После полудня жара еще не спала, но все окна в доме были плотно закрыты, но шторы опущены. Может, этот дом, как и соседние, скоро снесут? И в нем уже никто не живет? Если так, то что парень с чехлом от гитары тут делает? Когда он вошел, я стал ждать, не откроется ли какое-нибудь окно, но в доме ничего не шелохнулось. Продить туда-сюда по безлюдной улочке до бесконечности невозможно, поэтому я тоже подошел к двери и толкнул ее. Она действительно оказалась не запертой и легко отворилась. Я постоял в проходе, пытаясь разобраться, что к чему, но в полумраке не смог толком ничего рассмотреть. Все окна закупорены, душно и жарко. Стоял запах плесни, похожим воздухом, я надышался в колодце. От жары рубашка под мышками промокла насквозь. За ухо скатилась капля пота. Чуть поколебавшись, я решил войти и тихо закрыл за собой дверь. Думал, по табличкам на почтовых ящиках или ящики для обуви, если бы их обнаружил определить, живет ли еще здесь кто-нибудь или нет. Но тут понял, что в помещении кто-то есть, и этот кто-то не сводит с меня глаз. Справа рядом со входом возвышалась какая-то штуковина, похожая на ящик для обуви. Человек, похоже, скрывался в ее тени. Зато и дыхание я вглядывался в полумрак. Это был тот самый парень с чехлом от гитары. Наверное, спрятался за этим ящиком, как только вошел в дом. Сердце стучало где-то у самого горла, как молоток, забивающий гвоздь. Что он здесь делает? Ждет меня или... Привет, выдавил я себя. Я хотел спросить. В этот момент что-то со страшной силой обрушилось на мое плечо. Что это? Удар был такой сильный, что в глазах потемнело. Я остолбенел и в следующую секунду все понял. Бита! С проворством обезьянный парень выскочил из-за ящика и врезал мне бейсболь на биты. Пока я стоял в полном замешательстве, он снова поднял биту и ударил меня. Я хотел вернуться, но было поздно. На этот раз удар пришелся по левой руке. На какое-то мгновение она немела. Боли не было. Просто я перестал ее чувствовать, словно рука без следов растворилась в воздухе. Не успел я подумать, как моя нога почти непроизводно поднялась и ударила парня. В школе один мой приятель, у которого был какой-то дан по карате, научил меня элементарным приемом, хотя официально ни в какой секции я не занимался. И за дня в день он отрабатывал со мной удары ногами. Ничего особо эффектного. Просто надо было тренироваться и бить как можно сильнее, выбрасывая ногу прямо и как можно выше. Приятель говорил, что в критической ситуации это самый полезный прием. И он оказался прав. Пока мой противник как одержимо размахивал битой, ему и в голову не приходило, что он может получить сдачу. Как и этот парень, я тоже потерял голову и не думал, куда бью. Впрочем, удар получился не очень сильный, но его оказалось достаточно, чтобы умереть парня. Он остановился, время замерло. Парень посмотрел на меня пустыми глазами. Улучив момент, я врезал ему еще раз. Точнее и сильнее, прямо в пах. Парень скрючился от боли, я вырвал оню бит и изо всей силы заехал ему в бок. Он попробовал схватить меня за ногу, но получился новый удар еще и еще в то же место, потом битой по бедру. И сдавленно вскрикнув, парень повалился на пол. Поначалу я пинала, колотила от страха и возбуждения, чтобы защититься ударом, но как только парень упал, страх превратился в настоящую ярость. Тихая злость, что закипала во мне, пока я шел и думал о Кумико, никуда не делась. Теперь она выплеснула наружу, разлилась и вспыхнула. Это была уже не злость, а что-то близкое к дикой ненависти. Я еще и еще раз заехал к парню, битый по бедру. Из уголка рта у него потекла слюна. В плече и левой руке, куда он мне попал, стала подниматься, но еще боль. От этого я расферепел еще больше. Его лицо тоже исказило боль, но он все равно пытался подняться, опираясь на руку. Моя левая рука слушалась плохо, поэтому я бросил биту и, нагнувшись над парнем, ударил его в лицо правой. Потом еще, еще. Молотил, пока не онемели и не заболели пальцы. Мне хотелось выбить из него всю душу. Я хватил его и за шею, и принялся колотить головой о деревянный пол. До этого мне никогда не приходилось драться. Бить другого человека изо всех сил. Но я уже не мог остановиться. Сам не знаю почему. Все, хватит, случалось. Я говорю, хватит, это уже слишком. Он же больше не поднимется. Но остановиться я не мог. Понятно. У меня раздвоение личности. Этот и я был не в силах остановить того, другого. От этой мысли по телу прогружал сильный озноб. И тут я заметил, что парень улыбается. Его били, а он ухмылялся мне в лицо. Чем сильнее его бил, тем шире была ухмылка. Кровь текла у него из носа. Из-за разбитого рта он захлебался собственной слюней. И вдруг он громко захихикал. Спятил, что ли, подумал я. Бросил его и поднялся. Оглянувшись, я увидел прислоненный к ящику черный гитарный чехол. Оставив смеющегося парня, я подошел к чехну и положил его на пол. Открыл замок и откинул крышку. Внутри ничего не оказалось. Совсем ничего. Ни гитары, ни свечей. И парень, глядя на меня, заходился кашем и смехом. Отстоявший в доме неприкосновенной духоты, стало трудно дышать. Вонь плесни, ощущение своего потного тела, запах крови и слюны кипеш. Во мне злость и ненусть терпеть все это дальше было невозможно. Я выскочил внаружу и захлопнул за собой дверь. Вокруг по-прежнему не души. Лишь здоровый темнорыжий кот не спеша пробирался по пастырю, не обращая на меня внимания. Мне хотелось поскорее выбраться из этого места, пока меня никто не заметил. Не зная, куда идти, двинулся наугад и скоро наткнулся на автобусную остановку с табличкой «До вокзала Синдзюк». Дожидаясь автобуса, попытался успокоить дыхание и навести порядок в голове, но ничего не вышло. Дыхание не восстановилось, в мозгах продолжался полный сумбур и только хотел посмотреть людям в лица снова и снова повторял про себя я. Всего-навсего заглядывал в лица прохожих на улицу по дядиному примеру, чтобы разобраться в самых простых обстоятельствах, больше ничего. Я вошел в автобус и пассажиры разом повернулись в мою сторону. С изумлением посмотрев и как-то неприязненно отвели глаза. Из родимого пятна, наверное, подумал я. И только потом до меня дошло. Моя белая рубашка была забрызгана кровью того парня, главным образом из-за разбитого носа. А в руках я бессознательно нажимал бейсбольную биту, которую отобрал у него. Кончилось тем, что я притащил биту домой и забросил ее в шкаф. Ту ночь я не засыпал до самого рассвета. Плечо и левая рука, куда мне заехали биты, распухли и разламывались от боли. А правый кулак, казалось, все колотил и колотил того парня и никак не мог остановиться. Я заметил, что кулак все еще крепко жат и готов к бою. Попробовал расслабить руку, но она не слушалась. Сон не приходил не потому, что я не мог заснуть, а потому, что не хотелось. Стоит сейчас вырубиться, наверняка начнет снизить какая-нибудь гадость. Чтобы успокоиться, я сел за стол на кухне и, прихлебывая неразбавленные виски, что принес дядя, поставил в кассетник тихую музыку. Хотелось поговорить с кем-нибудь. Услышать от кого-нибудь хоть слово, поставить телефон на стол. Я несколько часов не сводил с него с глаз. Но позвоните же мне хоть кто-нибудь, пожалуйста, будь даже эта немыслиная телефонная особа, кто угодно. Готов говорить о чем угодно, согласен на самую непчемную и грязную тему, на любой самый отвратительный и неприятный разговор. Просто мне надо, чтобы кто-нибудь поговорил с ним. Но никто так и не позвонил. Я прикончил оставшиеся полбутылки скотча и завалился в постель, когда за окном было уже светло. Но, пожалуйста, не надо никаких снов. Дайте мне просто поспать, как я бы сегодня, успел подумать я перед тем, как отключиться. Спастись от сна не удалось. Как я и предполагал, это казался настоящий кошмар. Проснился тот самый парень с гитарным чехлом. Во сне я делал то же самое, что наяву. Шел за ним следом, открыл дверь в том доме, получал удар биты, потом бил сам, бил, бил, бил. Но дальше все пошло по-другому. Когда я перестал избивать его и поднялся, парень, если в ней, с диким хохотом вытащил из кармана нож. Маленький и острый с виду, просочившийся сквозь занавески неясный отблеск уходящего дня, сверкнул на его лезвие, отразившись белым костяным сполохом. Но парень не бросился с ножом на меня, а стал вместо этого срывать себе одежду, пока не остался совсем голый. Потом он принялся сдирать себе кожу с такой легкостью, будто очищал яблоко. Он проделал это быстро, не переставая громко хохотать. Кровь лилась с него потоком, рассекалась по полу черной жуткой лужей. Работая правой рукой, он снял кожу слева, потом ободванный и кровоточащий левой конечностью принялся за правой. В конце концов парень превратился в большой кусок пунцового мяса. Но даже тогда в черной дырке разверства рта не смолкал хохот, а белки глаз бешено вращались в глазницах кровавой маски, которая стала его лицом. Наконец, как бы отзываясь на этот неестественно громкий смех, расплотавшийся у его ног, кожа зашлепала по полу ко мне. Я хотел броситься бежать, но ноги не слушались. Кожа подошла ко мне и медленно начала карабкаться вверх по моему телу, ложась на него плотным покровом. Сочившаяся кровью кожа парня прилипала к моей, образуя как бы второй слой. Все вокруг прилипалось и пропиталось ее запахом. Скоро кожа тонкой оболочкой покрыла мои ноги, тело, лицо, потом в глазах у меня потемнело и в черной пустоте раздавался лишь громкий раскатистый хохот. Тут я проснулся. Сон взбудоражил, напугал меня. На какой-то миг я даже перестал ощущать самого себя. Пальцы мелко дрожали, но в то же время я понял одно. Мне никуда не деться в тевуэту. И убегать я никуда не должен. Вот что я решил. Куда бы я ни уехал, это все равно обязательно меня достанет, где бы я ни был. Вот такая вот история, вот такая вот глава, 17-я от Харуки Мураками из ее романа «Хроники заводной птицы». Вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. На этом я с вами прощаюсь, но ненадолго. Впереди еще главы из этого интересного романа. Всем пока.